здравствуйте сегодня мы будем с вами делать и белый подовый хлеб значит для этого у меня приготовленная 350 370 миллилитров теплой воды бросим туда одно яичко такой немножко вздобный филипус получится чайная ложка соли и столовая ложка сахара сегодня мы будем использовать дрожжи в сухом виде будем не нравится когда я размачиваю дрожжи но мы это делаем только лишь для того чтобы убедиться что они в рабочем состоянии там сколько раз бывало ставишь на сухих дрожжах и в конечном итоге выясняется что они совершенно не рабочие так все это мы перемешали у меня приготовлено грамм 350 муки мы высыпаем сюда сухие дрожжи и все это перемешаем объединим их и высыпаем уже в воду начнем замешивать и посмотрим нужно будет добавить добавим я думаю что нужно будет потому что всегда вложу чуть чуть поменьше а потом уже в процессе добавляем видите как маловато значит я сейчас добавлю вот сейчас мы добавим сюда муку посмотрим будет нам этого достаточно или нет так что с сколько раз я уже повторяю когда поставите дрожжевое тесто совершенно не обязательно использовать точную граммовку пришел как вы понимаете никогда невозможно угадать во первых кто-то хочет немножко помягче тесто кто-то хочет немножко по погуще тесто так что это вы добавляйте уже сами не бойтесь ничего в этом страшного нет так сейчас мы будем месить руками я добавлю небольшое количество сейчас мы его замесим я поставлю в теплую духовку обычно я при включенной лампочки тесто ставлю подниматься но иногда я делаю таким образом у меня с 25 градусов включается я на 30 ставлю градусов духовочка нагревают и при такой температуре очень быстро поднимается и хотите побыстрее ускорить а если она у вас стоит на столе и совершенно спокойно поднимается на прикрытое то на это конечно понадобится чуть побольше времени ничего страшного в этом не пусть будет побольше я не замешиваю его очень долго что то мы вот так вот подмешиваем а потом в любом случае когда мы его будем обминать все что там было недомешано все 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 это исправится у нас ну тесто мы замесили сейчас я поставлю его в духовку при вот на 30 градусов включенной и посмотрим мне кажется через полчаса она уже подойдет прошло 30 минут тесто у нас поднялось как я говорила я оставила его в духовку на 25-30 градусов температуры тесто у нас подошло сейчас мы его пробьем дрожжи у нас здесь были сухие не не замученные нормальные дрожжи все идет нормально процесс нормальный поставим сейчас еще его подниматься еще может наверное на полчаса вот тесто у нас подошло для хлеба сейчас мы булочку скатаем повернем и таким вот образом ее подкатаем на хлеб можно активнее его подкатать чтобы он не расплывался а держа форму поставим его на расстойку минут на двадцать по крайней мере сейчас хлеб слушайте вот он у нас отпекся сейчас я его немножечко сбрызну водичкой и он у нас отойдет и будет мягонький кто любит такую хрустящую корку можно вообще ничем не сбрызгивать а я люблю чтобы отрезалась и корочкой все хорошо съедалась вот он от печеный абсолютно когда он остынет разрежем очень вкусный хлеб комментарии пожалуйста по этому поводу кому не нравится горячим и бы резать не будем я уже неоднократно говорила что когда горячую продукцию разрезаешь нож тянет за собой мякиш и он ну уже ведь будет не товарный а подождем когда остынет сейчас я его смочу немножко хлеб будет мягкий сейчас мы его завернем полотенечко увлажнение поверхности он будет мягонький мягонький когда остынет вы увидите что он прямо как пух